13.07 в Кирове мы начинаем программу «Особое мнение» в студии Анны Лупшина. И я приветствую гостя Олега Ткачева, руководителя Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, члена региональной общественной палаты и общественной наблюдательной комиссии Кировской области. Один в трёх лицах. Олег Ткачев, здравствуйте. Добрый день. Напоминаю слушателям, что вопросы к гостю можно задавать на нашем сайте eho-kirova.ru и там же на нашем сайте появляются аудио- и видеозаписи наших программ. То есть, если вы что-то хотите переслушать, пожалуйста, туда, на eho-kirova.ru и через непродолжительное время появляются распечатки эфиров. Это для тех, кто не любит слушать и смотреть, а любит читать. Мы приступаем к нашим вопросам. Я, Олега, как человек, который, в общем-то, не чужд каким-то общественным движением, гражданским активностям и прочим вещам, просила бы прокомментировать вот какую вещь. Федеральные СМИ, в частности РБК, сообщают о резком снижении рейтинга «Единой России». Происходит это на фоне так называемой пенсионной реформы, протестных митингов, крупных протестных митингов, которые прошли в минувшие выходные по всей России в крупных городах. В Кирове митинг КПРФ был, по-моему, в четверг, а в Кировской области всё-таки в субботу были митинги 28-го числа. Так вот, в ЦИОМ, который измерял рейтинги, зафиксировал, что рейтинг «Единой России» снизился до 37%. При этом рейтинг оппозиционных партий в Государственной Думе, по крайней мере, за КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» рейтинги этих объединений растут. Не сказала бы, что значительно, где-то на процент, где-то на два, но, тем не менее, фиксация такая и есть. Вам, Олег, как кажется, это какое-то временное явление или это постоянная история? Мне сложно говорить о цифрах. Я не понимаю, ну, я не знаю просто методики подсчёта, там, этих рейтингов. Они спрашивали людей, за какую партию вы бы проголосовали в ближайшие выходные. Но, тем не менее, невооружённым взглядом, общаясь с разными людьми, и мне кажется, что люди подустали уже от одного и того же формата, от одной и той же партии, которая совершенно, ну, как показали последние события, там, в частности, по той же самой пенсионной реформе, не прислушиваются и делают, там, не так, как поручают избиратели, не выражают волю избирателей, а больше прислушиваются мнения, там, сверху. То есть история с пенсионной реформой и принятием законопроекта о пенсионной реформе, о повышении пенсионного возраста в первом чтении, в первом чтении Единой России, практически единогласном Государственной Думе, она сыграла свою роль? Сыграла, но мне кажется, что здесь это не единственный фактор, и не вот просто так, там, именно ради пенсионной реформы, там, какое-то охлаждение, то есть это наложилось на другие факторы, и общая усталость от одной и той же побеждающей все выборы партии, и какие-то взаимоотношения на местах партийных руководств, партийных ячеек, и жителей регионов, то есть, ну, совокупность факторов, но, в принципе, я думаю, что это такое обычное явление, то есть, ну, ребята просто подутомили. Эта тенденция, она будет развиваться или она к следующим крупным выборам, я напомню, да, это, по-моему, будет 21-й год, кажется, выборов Государственной Думы у нас будут, могу ошибаться. Она сохранится или она исчезнет? Я не прорицатель, не пророк. Ну, хорошо, давайте возьмем конкретную ситуацию. Если в этом году, в сентябре месяце, депутаты Единой России в Государственной Думе единогласно проголосуют во втором чтении за законопроект о повышении пенсионного возраста, да или нет? Я думаю, что, скорее всего, этой партии будут искать замену. То есть, просто уже, ну, как-то интуитивно чувствуется, что вся вот эта вот усталость от одной партии, от одного бренда партийного и от одних и тех же лиц, эта усталость, она востребует какие-то новые оригинальные шаги. И мы знаем, что наше верховное руководство страны там любит асимметричные ходы, вот, любит доставать каких-то, там, непонятных... Тузов из рукава? Да, тузов из рукава, там, кроликов, не знаю. И, скорее всего, к новым крупным выборам, то есть, будет достать какой-то новый козырь. В виде новой политической структуры, с новым названием? Вполне возможно. А люди там будут те же, что были в Единой России или новые? Рекрутируют из, там, оппозиционных или полуоппозиционных партий, то есть, есть куча людей, которые не востребованы, то есть, не до конца еще выработан, там, ресурс Народного фронта, вот, то есть, слепить очередной гибрид, я думаю, не представляется, там, сложным особо. Ключевых фигур, может быть, переведут и из этой партии, то есть, те, кто поживее, поактивнее, попрезентабельнее выглядит перед людьми, вот, ну, вполне возможно. Так, хорошо, в таком случае, а какая перспектива у наших оппозиционных, так скажем, сил, которые присутствуют в Государственной Думе и которые активно сейчас, ну, скажем так, зарабатывают политические очки на вот протестные активности? Я думаю, что много политических очков они не наработают, процент туда, процент сюда, там, погоды не делают, скорее всего, по отношению ко всем остальным партиям, политика не изменится, Ну, вот, как бы они ни хотели и каким бы потенциалом ни обладали, их, скорее всего, там, искусственно будут сдерживать, там, в пределах определенного какого-то кригора. То есть, максимум, который они могут набрать, это нынешние проценты, условно говоря, там, плюс один, два, три? Ну, может быть, до пяти, но все равно это погода не делает. Понятно. Большинство в парламентах, я так понимаю, что региональных, они не получат. Не знаю. То есть, скорее всего, парламентское большинство, там, оставят в каком-то виде устоявшиеся фракции, они уже, там, к ним привыкли, с ними научились работать. В принципе, они не очень сильно высаждают, то есть, вполне возможно, их оставят. То есть, я так цинично говорю, там, их оставят, конечно, все это будет через голосование, ну, позволят набрать, там, ровно столько, сколько... Через честные и демократичные выборы. Да. Хорошо. Еще вопрос по поводу митингов. Я задаю его всем нашим гостям. Меня волнуют две вещи. У нас не первый митинг проходит против пенсионной реформы, организаторы у нас разные. И тем не менее, пока в Кирове этот митинг не собрал ни один, ну, может быть, кроме митинга профсоюзов, да, где люди приезжали, все-таки у них там такая организованная была история, да, не собрал больше тысячи участников. Это значит, что всего тысячу жителей Кирова волнует вопрос повышения пенсионного возраста? Конечно же, волнует многих. Почему не выходит? Ну, знаете, у нас страна такая, то есть, у нас люди очень долго не выходят и не высказывают в публичном пространстве все, что думают, обсуждают это на кухне. И чем дольше это происходит, тем сильнее потом рванет. Рванет? Ну, история показывает, что да. Мне-то бы хотелось, конечно, надеяться, чтобы этого не было. Я думаю, что, опять же, это не произойдет только лишь по причине принятия этой реформы в том виде, в котором ее сейчас принимают. То есть, этого будет, ну, явно недостаточно, вот, и, там, если рванет, то, скорее всего, не прямо сейчас, а, скорее всего, требуется накопить еще какой-то, там, потенциал, там, вот этого вот протестного мыслеизъявления. То есть, это все копится, то есть, люди утомляются, люди перестают, там, верить в то, что им говорят, когда им говорят одно и то же из года в год. И мало что меняется, мало что меняется на уровне, там, изменения принципов управления. То есть, мы помним на протяжении нашей, там, недавней истории, как, там, еще и до Единой России менялись партийные бренды, там, была одна партия власти, там, ну, сколько их там названий было, там, Выбор Россия, Демократическая Россия, Наш Дом Россия, ну, и так далее. Там, сейчас Единая Россия подзадержалась. Рано или поздно, там, там, все меняется, если не успеют сменить этим выбором, в ближайшем. Вычаги управления, там, как-то поменять стиль управления, там, не смогут сменить ключевых персонажей, вот, людей это утомит настолько, что события, там, 17-го года прошлого века могут повториться. Ну, конечно, не хотелось бы, Олег, но, вот, выход, там, да, утомляемость, там, невозможность выпуска пары и прочее, и, там, долгое терпение нашего народа, это, в общем, такая вещь достаточно известная. Но с пенсионными митингами история ведь другая. Мне кажется, любой разумный, задумывающийся человек, он понимает, что от того, как много сейчас протестующих выйдет на улицы, может зависеть окончательный вид этого законопроекта. Об этом мы поговорим буквально через полминуты. Продолжаем программу «Особое мнение» с Олегом Ткачевым, руководителем Кировского центра поддержки НКО, членом Общественной палаты и ОНК Кировской области. Олег, ну, вот, буквально сейчас в перерыве сказал, да, эксперты говорят, митинги, которые сейчас собирают где-то тысячу человек, где-то 500 человек, где-то 10 тысяч, где-то там, ну, вот в Москве, по разным данным, до 30 тысяч человек выходило в выходные, они не воспринимаются власти как некая угроза, да, и некий показатель того, что народ недоволен решением возможным о повышении пенсионного возраста, именно потому что митинги эти согласованные, митинги эти разрешенные, митинги эти управляемые. Как я раньше говорил, то есть, пока не накопится какая-то критическая масса, не будет никакого стихийного взрыва. То есть, критическая масса, она должна накопиться, и когда она накопится, реально накопится, она сметет все, и ее невозможно будет просчитать, то есть, от какой искры она вспыхнет. Ну, вот не хотелось бы стихийного взрыва, хотелось бы, чтобы на законно разрешенные митинги выходило большое количество людей все-таки, и чтобы их мнение учитывало. Тут еще такой момент. С точки зрения нормального обычного человека, выход на публичное мероприятие, да, вот это достаточно сильное заявление, которое нормальный обычный человек не делает. А почему? В течение своей жизни. А почему? В силу привычки, воспитания, терпения, там, в силу многих разных причин нормальный обычный человек относится к публичным мероприятиям достаточно тоже скептически. Тем более, большинство публичных мероприятий, как бы они ни проходили в наших реалиях, там, в реалиях наших, там, последних, там, 20 лет, да, они, собственно говоря, там, погоды-то вот так делали, там, очень немного. Ну, или делали, или результат был не совсем тот, который хотелось, да, получить. То есть, те люди, которые в начале, там, перестройки, там, в середине перестройки, которые выходили, там, во времена пуча, там, во времена захвата Белого дома. В 93-й год? В 91-й, 93-й год те люди, которые, там, действительно, там, выходили по зубу сердца, почувствовали себя в конце обманутыми, там, правильно, теми, там, лидерами, за которых они выходили. И именно это поколение, оно... Разочаровано. Оно разочаровано, но не видит смысла. Олег, а нет ли тут еще вот такой истории? Я просто по следам, вот, в воскресных митингах увидела как минимум одно сообщение, девушка из Волгограда рассказывает о том, что она организовала протестный митинг, и сразу после этого ее уволили с работы. Она работает на каком-то муниципальном, по-моему, автотранспортном предприятии. Вот у людей, которые не выходят на митинг, есть опасения того, что работодателю это может не понравиться? Ну, конечно, такие опасения там есть, но я не считаю, что это, там, самые основные опасения. То есть, опять же, там, человек, который, там, целенаправленно идет на протестные мероприятия, там, он должен быть готов, что будут какие-то неприятные последствия, даже не в виде, там, что его, там, и забьют, там, посадят, вот, его просто уволят, там, даже, там, какой-то административный штраф, что, в принципе, не так страшно, вот, ну, это, это дискомфорт в жизни человека. Никому не хочется дополнительных проблем. Дело не в том, что не хочется проблем. То есть, это должно вызреть, там, в душе каждого человека, там, некая готовность нести издержки. То есть, любой слом существующего порядка – это последующие издержки для, там, того человека, который в этом участвует. Там, неважно, там, будет ли он просто по ночам думать, там, а правильно ли я все сделал, а тем ли я доверил людям выражать мое мнение, тех ли я поддержал, или, там, что-то еще сделал. Или, там, поступят какие-то, реально, там, ну, начальник скажет, а-та-та, зачем ты ходил на митинг? Вроде как бы не рекомендуется, я же предупреждал, что не надо ходить, ну, вот тебе выговор. Вот не по этому. То есть, это, это тоже в общую копилочку, но, мне кажется, вот такая внешняя оценка человека не настолько сильна, насколько человек сам внутренне оценивает, там, себя, свой потенциал, свою готовность идти до конца. То есть, все-таки зависит от человека. Должна накопиться критическая масса. Ну, конечно, зависит от человека. Должна быть, должна быть, должна быть готовность чем-то жертвовать, да, и должно быть понимание того, зачем я это делаю, и вера в то, что это все пшиком не обернется. Любые нестандартные действия – это шаг к неизвестности. Как бы ни казалось, что после, там, какого-то действия расцветутся ды, и будет все хорошо, там, этих уберем, других поставим, там, более честных, грамотных, там, и так далее, и так далее, вот тогда-то и заживем. Взрослые люди понимают, что так не бывает. То есть, любое нестандартное действие – это шаг в неизвестности. Все-таки хотелось бы мне, чтобы выход на митинги, пусть в рамках закона организованной, да, не воспринимался нашими людьми, нашими людьми, как некая стрессовая ситуация. Это в любом случае стрессовая ситуация, прежде всего для самого человека, для самого себя. И в любом случае, там, людям не показано, там, люди не видели какой-то положительных, там, эффектов, что… Ну да, мы видели другое, нам показывали людей, выходящих на митинги, которые враги, враги страны, как говорят в Федеральной экономике. Если бы после какого-то митинга, там, я не знаю, там, власть, не власть, кто-то там, представители власти, там, сказали, ой, да, и правда, спасибо, что вы там сказали… Ой, что это мы тут, да, не подумали. Мы действительно погорячились и всё не продумали, и мы изменяем своё предыдущее решение. Если бы такими примерами было подкреплено, то тогда бы протест был мирный и более-менее конструктивный, если бы люди видели, что в результате их действий что-то меняется в положительную сторону. А сейчас, как бы, такое ощущение, что люди сидят по разным, там, линии фронта в окопах, вот, и копят-копят, там, какие-то силы для чего-то более-большего. Для последнего рывка. Ну, и слегка так переругиваются друг с другом, критикуют. Олег Ткачёв, руководитель Кировского центра поддержки НКО, член региональной общественной палаты и общественной наблюдательной комиссии Кировской области. К следующей теме мы переходим. Я всё-таки хотела бы вас попросить прокомментировать шлейф ярославской истории, да, напоминаю нашим слушателям, мы говорим о пытках в колонии в Ярославской области, факт которых вышел наружу, и после этого прозвучали несколько громких заявлений, в том числе от руководства Федеральной службы исполнения наказаний, обещают проводить профилактическую работу с сотрудниками, проверить все исправительные колонии в России на предмет соблюдения прав заключённых, проверять выборочно, это вчерашняя новость фактически, вот, видеорегистраторы сотрудников, причём оснастить, я так понимаю, видеорегистраторы какими-то системами, которые не позволят сотруднику понимать, пишет вообще регистратор окружающий или нет. Вам как кажется, вот эта борьба Федеральной службы исполнения наказаний сама с собой, вот, она какие-то позитивные последствия будет иметь или нет? Позитивные последствия этой борьбы, это, скажем так, не то, что там сама Федеральная служба будет саму себя контролировать, я считаю, что саму себя контролировать эффективно, там, невозможно, там, в любом случае. А зачем тогда делаются эти заявления? Это давление общества на возмутительный факт, ставший достоянием общественности, и мы прекрасно понимаем, что это не единственный факт, и не только Ярославль. А в Кировской области? В Кировской области, ну, вот как, у меня нет никаких видеосвидетельств, то есть записей там нет, но... А устные свидетельства? Были жалобы? Ровно такие же, там, ответы, там, прокуратуры, следственного комитета на попытки, там, заявить о каких-то вещах, там, были, ну, скорее всего, почти дословно, там, в Кировской области, как и в Ярославле. В Ярославле просто чуть позже всплыло видео, я не могу сказать, я не встречал, вот, именно, там, лично, что... Чтобы вы приехали в колонию, вышел избитый заключенный и сказал, что вот меня сотрудники здесь, значит, отмутузили вчера, да. Я видел только сотрудников, там, безусловно, вежливых, корректных, там, как-то конструктивно настроенных, которые говорили, что да, 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 зачем нам такие ужасные штуки, мы, конечно же, так и поступаем. Однако, я так понимаю, что ровно те же самые вещи, с тем же самым результатом говорились и в Ярославской области. И у меня, конечно, это, ну, такой вопрос, и, то есть, и объект пристального внимания. Возможно ли это у нас? Я думаю, что возможно. Возможно, не потому, что в Федеральной службе исполнения наказания там работают какие-то особенные садисты. У нас таким образом просто скроена сама система исполнения наказания. Вся эта система построена на том, что там очень много осужденных концентрируется вот на территории одной колонии, и их безопасность, там, жизнедеятельность обеспечивает одна иерархически выстроенная, там, администрация, достаточно малочисленная, ну, по соотношению количества осужденных. Так, подождите, вы хотите сказать, что люди просто на работе устают, и поэтому так себя ведут? Нет, нет. Смотрите, тут очень такие, вот вся конфигурация системы, она основана на том, что там, 10, там, пара десятков, там, человек, там, сотрудников колонии. 20-30 сотрудников. Которые работают, к тому же, по сменам, а не единовременно, да, они вынуждены контролировать, там, тысячу-полторы тысячи осужденных. Там, людей не самых простых, там, с разными характерами. Которым бояться уже нечего, они уже и так... Ну, по-разному бывает, но тем не менее. Соответственно, там, когда наступает ночь, и, там, бараки, ну, в одном бараке, там, в одной большой комнате, там, спит одновременно, там, 100 человек, конечно, сотрудника рядом с ними не находится. То есть, вот, вообще вся эта среда, то есть, концентрация, там, сложных людей в одном месте, вот, это ведет к тому, что сотрудники волей и неволей опираются для поддержания дисциплины, там, на самих осужденных. Там, делегируют им, там, формально или неформально. Ну, сейчас это формально, как бы, запрещено, но делегируют свои полномочия по управлению другими осужденными. То есть, это никак не стимулирует никакую ни гуманизацию, ни... Система отчетности, система отчетности в СИН, она говорит о том, что, там, меньше нарушений... Плюсик. Там, плюсик. Как добиться, вот, в таком сложно управляемом, там, коллективе, там, сложных людей, там, результаты, чтобы нарушений было как можно меньше, ну, тем более серьезных нарушений. Самый эффективный способ, самый эффективный, то есть, это, ну, подтвердят, там, любые психологические, там, теории, и, там, эмпирические исследования, там, ну, это запугивание, это метод силы. Вот, то есть, делается ли, там, силовое воздействие через других осужденных, или напрямую, это самый простой, самый эффективный способ держать под контролем большую, там, группу людей. Мы сейчас вернемся к этому вопросу. Олег Ткачев, член общественной наблюдательной комиссии Кировской области и региональной общественной палаты в нашей студии. Сейчас реклама. Олег Ткачев, член региональной общественной палаты и общественной наблюдательной комиссии Кировской области. Мы продолжаем ситуацию в местах заключения разговаривать по итогам Ярославской достаточно громкой и нашумевшей истории. Олег до перерыва начал рассказывать о том, каким образом выстроена вообще работа, скажем так, по организации дисциплины на территории подобных учреждений режимных. И если я верно поняла, Олег, то есть вы ведете к тому, что все вот эти громкие истории с то ли бывшими, то ли не бывшими фактами насилия над заключенными со стороны сотрудников колонии, это такой способ усмирить особо буйных, которые не подчиняются ни сотрудникам, ни, возможно, каким-то там коллегам своим по заключению, которые негласно исполняют функцию надзирателей, я бы так сказал. Ну, примерно так. Примерно так. И в этом... То есть это такая профилактическая работа? Понимаете? А в Ярославле просто перестарались? В том-то и дело, что в Ярославле, там, все над ними, там, над Ярославлем недоумевают. То есть, как такое, там, попало, там, на видеозапись? Потому что о подобном говорят, там, во многих колониях, то есть, ну, там, слышны, там, голоса, там, из разных мест. Ну, люди, в том числе, наверное, которые отбывают срок и выходят, да, рассказывают? Или жалоб, ну, бывает всяких разных. Но, там, если нет прямой видеозаписи, где видны лица, кто, как и что делает, то это практически недоказуемо. И никакие, там, другие правоохранительные органы, которые, там, приходят, там, на проверку, там, каких-то таких жалоб, заявлений, нет видео, там, синяки, там, сошли, или их не было, то есть, быть можно и без синяков. Ну, то есть, слово против слова получается, да? Слово осужденного человека, нарушившего закон, против слова сотрудника колонии. То есть, я считаю, там, и убедился, что это именно, там, ну, неправильно сконфигурированная, там, именно сама система исполнения наказаний. Наша, я не знаю, там, миссия, как-то там еще, ну, вот общество, да? Общественников, угу. В принципе, помочь системе исполнения наказаний стать более, там, более современной, там, соответствующей, там, 21 веку. Я сейчас не говорю даже про гуманизацию. Ну, ну... Гуманизация, безусловно, должна быть, там, пыток, безусловно, быть не должно, вот, но, смотрите, цель, вот, цель исполнения наказаний. Человек нарушил какие-то законы, вот, человек что-то совершил. Цель общества – исправить этого человека. И так как он, там, не безвозвратно, там, расстреливается, так как он сажается не более чем, там, на... Не пожизненно. Там, не пожизненно. Когда-то он, когда-то он оттуда выйдет и будет жить вместе с нами. Цель общества – там, сделать так, чтобы этот человек был социализирован, там, адаптирован для жизни, там, в реальном обществе. Не за забором, вот, где, там, свое общество. И свои порядки. Там, и свои порядки. А именно, вот, в нашем обществе. Поэтому, вот, мне кажется, там, там, необходима, безусловная прозрачность, мест принудительного содержания. Необходима, там, куманизация в смысле несмягчения режима, непоблажки. Вот, должно быть привнесение, там, элементов, там, гражданского общества, в том числе и туда за забор. То есть, элементы, там, гражданского, там, самосознания, самоуправления. Это не должны быть скопления в обедненных, там, бытовых условиях, не должны быть скопления, там, кучи людей. Это не должен быть принудительный труд. То есть, любой труд должен быть оплачиваем. Закон сказал, ограничение свободы. Этих людей лишили свободы. То есть, в понятие свободы входит много разных степеней. Но унижение, вот, в наказание унижение не входит. Не входит. Не входит. То есть, попытка системы сломать человека психологически, подчинить его, то есть, заставить, ну, просто принять отношение, там, подчинение, там, безусловного подчинения, без вопросов, без раздумий. Там, начальник сказал, это самое... Идёшь и делаешь. Не идёшь, а бегом. А, бежишь и делаешь. Да, бежишь, ещё говоришь спасибо гражданину начальника. Вот, то есть, это... Что надо для этого сделать? Это вот специальный предмет какой-то должен быть в тех учреждениях образовательных, где сотрудников СИН готовят? Это прежде всего изменение законодательства. Так. Необходимо. Необходимо, чтобы эти люди работали не, там, принудительно, потому что закон обязывает, и они делают, там, бессмысленную работу. Заключённые имеются. Заключённые. Там, там, не получая за это ничего, или получая... Копейки. ...очень символические копейки. Ну, допустим, там, к выдаче, там, к зачислению на их карточку, там, 140 рублей в месяц, вот, на которые он может купить себе, там, секреты, там, что-то в ларике. Вот, 140 рублей в месяц заработная плата. То есть, понятно, что это забытие, там, того, что тратится, там, на его содержание, и так далее, и так далее. Ну, вот, но стимула трудиться, там, вот, за этот денежный эквивалент? Нет. Есть другой стимул трудиться. Вот, и это очень добивает, там, людей деятельных, у которых есть голова на плечах, которые привыкли, там, проявлять инициативу. Вот, вот, им приходится сложнее всего. Они, потому что они вынуждены вид труда, вид деятельности менять, и они не могут заняться тем, чем привыкли заниматься. Когда человек всю жизнь, там, занимался самореализацией, там, воплощением грандиозных планов, ну, вот, а попав за решетку, его, там, пространство свободы сужено настолько... Так, Олег, давайте, вот, мы все-таки оговоримся. То есть это чаще всего, видимо, мы сейчас говорим о людях, которые суждены за экономические преступления, да, потому что самореализация тоже, там, она разная может быть. Ну, разные бывают, там, бывают и по криминальным, там, откровенно криминально-насильственным статьям, то есть люди, там, достаточно предприимчивые, которые быстро соображают, там, умеют организовать коллектив, там, понимают навыки психологических каких-то аспектов. Им тяжелее всего. Почему? Им тяжелее всего, потому что здесь некуда себя приложить. Вот, и если их еще лишают работы, то есть, вот, смотрите, вот, за вот эти вот жалкие копейки, да, там, многочасовой, утомительный, там, монотонный труд, там, зашвейные машины. Ну, я помню, Михаил Ходорковский, по-моему, шил рукавицы, да, какое-то время. Лишение даже этого труда, там, для людей является, там, очень большим наказанием, потому что просто сидеть целый день, там, в бараке, просто на скамейке. А можно сидеть-то, разве? Там, допустим, бывают ситуации, когда у человека, там, человека не допускают на работу из-за каких-то, там, заболеваний. Ну, понятно. Там, неволимусы. Ему разрешено присесть. Там, там, часть людей, вот, они остаются, и они, вот, на встречах, они говорят, там, посодействуйте, попросите, пусть мне дадут хоть какую-нибудь работу, потому что я с ума сойду, я не могу тут уже который месяц я сижу, вот, и не знаю, куда себя применить. На воле я был, там, руководителем, там, того, сего, вот, у меня голова привыкла работать. Я не могу сидеть, вот, я не могу мерить, там, из угла в угол, там, шагами. Этим людям приходится тяжелее всего. Вот сколько мы встречались, вот, есть категория людей, которые привыкли, там, к монотонной работе, которые не привыкли задумываться, там, особо, которые всегда считают, что есть начальник, начальник скажет какое-то, ну, то есть ведомые такие, да, вот, им как-то, ну... Им все равно, что происходит, я так понимаю, да? Не то, что все равно, что происходит, у них есть свои маленькие тихие радости, там, чаю попить, там, в свободную минуту, там, еще что-то там, вот. Хорошо, право... Их не сжигает изнутри, там, жажда деятельности. Право заниматься хоть чем-то, да, что приносит, там, ну, не знаю, я не скажу слово удовольствие, да, но приносит какое-то удовлетворение, может быть, да, и занимает твое время, да, и время бежит быстрее. Это тоже, там, составляющая коммунизации. Что еще? Вопрос не в том, что, как бы, это... Вот, Олег, есть новость, вот, буквально кировская, я прямо попрошу ее быстренько вас прокомментировать, да, заключенного, который отказался делать зарядку в одной из колоний в Верхнекамском районе, сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. То есть люди вышли на зарядку, он, я не знаю, вышел, видимо, стоял без движения, на требования сотрудников выполнять команду зарядка не реагировал. Вот это унижение или нет? Я думаю, что это, смотрите, тут уголовное дело, там, скорее всего, за оскорбление сотрудника, да, за невыполнение зарядки, да, это правила внутреннего распорядка. Они обязаны делать зарядку, и нам задавали вопросы, то есть те осужденные, то есть, а какими правилами, какими регламентами расписаны ли, какие мы именно должны делать упражнения? То есть, если я просто стою и, там, не двигаю руками, ногами, вот, его напрягают, там, какие-то группы мышц, там. Это зарядка или не зарядка? Это зарядка или нет, то есть, как это можно трактовать в юридическом плане, потому что за невыполнение зарядки... Бывают наказания. Бывают наказания. И, то есть, штрафной изолятор, там, в принципе, это, там, реально. И при этом, вот, допустим, те люди, с которыми я говорил, допустим, они жаловались на то, что, ну, как, вот, к нам подошел контролер, да, и сказал, вы не делайте зарядку, я буду составлять рапорт. Рядом стоит еще около, там, 50 человек, которые также просто стоят, отбывают зарядочное время, просто стоят и ничего не делают. В общем, кому-то достается, а кому-то не достается, условно говоря, да? Позиция такая, вот, не надо апеллировать, ну, вот, позиция администрации, она такая, а какая разница, что делали все остальные? Ты отвечаешь за свои собственные действия или бездействия? Вот конкретно ты, вот, контролер к тебе подошел, и ты попал, там, в поле этого видеорегистратора. Он к тебе обратился и сказал, что ты не делаешь зарядку. Вот все остальные, там, попали, не попали, они важны, к ним контролер не подошел. Понятно. С одной стороны, осужденный чувствует несправедливость, как это, вот, ко мне подошли, меня наказали, и 10 суток шизо за эту зарядку. А все остальные, 50, вот он чувствует несправедливое, неравное отношение, там, лично к себе. В общем, я понимаю, там, для того, чтобы вообще начинать разговор о каких-то изменениях, видимо, в системе ФСИН, надо сначала все-таки еще раз, наверное, проработать, причем с повлечением, может быть, и общественности, какие-то правила поведения, не только для сотрудников ведомства, да, но вообще правила жизни, скажем так, потому что, ну, жизнь меняется, да, все меняется. Тут не поведение дело. Да, Олег, заканчивать нам надо, поэтому быстренько, ага. Кратко, колонии большими быть не должны, то есть, все должно быть поделено на мелкие группы, должно быть не барачное содержание осужденных, там, по 100 человек, там, в одном отряде, а камерный тип, то есть, там, 3-4 человека. Работа должна быть, вот, ну, не такая, а человек должен... Должна быть работа, которая позволяет человеку применить свои способности максимально. Да, 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 и это поиск работодателей, это, не знаю, там, делайте хоть офшорные зоны вокруг колонии, да, но чтобы туда, там, шел какой-то бизнес и предлагал работу осужденным, чтобы там было разнообразие в работе и достойная оплата труда, из которой, там, шли бы пенсионные, достойные пенсионные. А кто-то штрафы ведь гасит еще, да? Да. То есть, эти же потерпевшие, которые не могут получить возмещение, они, по крайней мере, были бы в более выигрышных условиях. Это вот отдельные элементы, их, конечно, этого недостаточно, там есть еще много-много-много, кроме того, что необходимо исполнять закон и, там, уменьшать насилие, там, в любом виде, там, со стороны осужденных, со стороны администрации насилие необходимо, там, уменьшать. Ну, как? Я говорю о том, что надо менять систему. Гуманизация и какая-то административная реформа. Олег Ткачев, член ОНК Кировской области, региональной общественной палаты и руководитель Кировского центра поддержки НКО был у нас в эфире в программе «Особое мнение». На этом мы прощаемся. До свидания. До свидания.